Христиане, Церковь совершает память Святого Златоуста. Видео не пишите, только звук. Я хочу вам сказать о том, что сегодня Златоуст это непререкаемый авторитет во всей Христовой Церкви. И у нас православных, и за пределами наших, и у католиков это вершина, это, так сказать, не обсуждается. Но когда он жил, он был вопросом таким большим для всей Церкви. И были такие люди святые, тоже святые люди, которые считали так, что если он епископ, то есть его степень любви к Златоусту, была зашкаливающая, то есть его терпеть не могли. Против него собирались соборы, то есть сотни епископов собирались на соборы, чтобы его не заложить, там, отлеветать, осудить, не заложить, если можно, даже и убить. Ну вот не убили, как бы, но сослали. И это такая, значит, драматичная такая история, она такая страница истории нашей Церкви. То есть Златоуст такой долготерпеливый, непонятый современниками человек, который вырос в сознании Церкви только спустя многие столетия. Это все очень важно для того, чтобы мы понимали, что Церковь не идет по жизни гладко. То есть бывает так, что святой со святым спорит, святой со святым ссорится, святой и святого не любят, потому что оба спасаются и только в Царстве Божьем мерятся. Так было со Златоустом. Его очень любили в Антиохии, в нынешней Сирии, и в Александрии еще больше. Это нынешний Египет, Северный Египет. Значит, и был такой святой Кирилл Александрийский, который был воспитан своим дядей, который терпеть Златоуста не мог вообще. Он, когда слышал слово Ян Златоуст, то его просто разрывало. Он просто ненавидел его. Он не был один такой. И случилось так, что однажды этот святой Кирилл, он был тоже святой, однажды в ночном видении он был перед Божьей Матерью. И Божья Матерь сидела на троне славы, а возле нее был Златоуст. И Кирилл хотел платить Божьей Матери, а Матерь Божья говорит, помирись с ним. И он говорит, так он же враг, он же злодей, он негодяй вообще, он мерзавец. То есть Златоуст был мерзавец. В сознании Церкви это был какой-то ужасный человек. То есть он вообще был просто... Мы себе не можем представить, каким он был страшным в глазах большинства епископат. Он говорит, помирись с ним. Он мой слуга. Он любит меня, я люблю его. И он со мной вместе. И Кирилл поклонился ему, помирился с ним возле Божьей Матери во сне. И после этого он уже проснувшись, сказал, что Златоуст святой. А до этого они все считали, что Златоуст негодяй, мерзавец, такой, всякой, непонятно что вообще. Сегодня у нас нет ни одной службы без поминания Златоуста. Ни одной. Постоянно Златоуст, 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 Златоуст. Мы читаем. Он больше всех написал проповедь. И мы читаем, цитируем, там, ссылаемся на него, значит, на нем утверждаемся. Но когда он жил, он был врагом номер один для большинства епископата. То есть его терпеть не могли. Но там было много разных причин. Он был человек очень эскетичный. Например, он там, скажем, ел, он подорвал себе, значит, желудок, когда жил в пустыне 8 лет. И попортил себе здоровье, значит, такое. И он мог есть какие-то кашки всякие такие. То есть что-то очень такое диетическое, протертое такое, как младенец. То есть он не мог есть твердую пищу. Мясо, там, вино, это было не мог. И когда к нему приезжали епископы, он был патриарх царствующего градуса, то он их угощал тем, что ел сам. И он когда этим кашки давали им, они это все там ворочали, ложкой этим эти кашки. Говорит, ну я тебе сварю кашку еще. Один так сказал, ну подожди еще, я тебе сварю кашку. Он пришел, за стол его посадили, как бы не привыкли к серьезным таким обедам. Тут ему какую-то кашу принесли, какой-то такой. Тот езрит, ну и ты ешь. Он говорит, ах ты елки-палки, ну подожди еще, я тебе кашу сварю. И они ему наварили кашу, короче, они на него собирали раз собор, два собора. Когда его выгоняли из Константинополя, было землетрясение, его быстро вернули. То есть его выгоняли, то есть златоуст еретик, златоуст развратник, златоуст негодяй, вон его отсюда, короче, значит, его только на осла посадили, начали выгонять его, значит, такой, и нашла трястись земля. Говорит, обратно златоуст создавать, и она пересталась. Но через пару там буквально месяцев еще раз собрали собор и выгнали его. Где он умер? В Абхазии умер. У нас здесь на территории нашего бывшего СССР, на территории, собственно, Абхазской республики, значит, там есть такое местечко Каманы, где он скончал свою жизнь. Он уже был под 60, ему было по тем временам, это был уже старик, он был замученный жизнью и изможденный человек, и он как-то на ослике ездил, значит, туда-сюда, вот, его загнали там в Тмутаракань, и он там помер, и ему перед смертью явился такой святой мученик, там пострадавший воссийск, говорит, ну, скоро будем вместе. И забрал его, так сказать, его душу от Эдова. Это вот у нас буквально, вот, туда можно поехать, между прочим, Абхазия, Каманы, Кубета, территория вполне открыта для нашего посещения. Значит, вот я к чему это все говорю, к тому, что в церковь это непросто. Те, которые сегодня поднимаются, как будто, о-о-о-о, потом завтра, а ну, это вообще, он ничего не значит. А те, которые сегодня, да-да, топчи его, топлюй в него, это, там, паразит, такой-сякой. Потом раз, оба, златоуст. Златоуст так вот пережил, он пережил страшную хулу, он был врагом всего епископата, по сути. За малым-малым исключением, т.е. он не брал денег ни за что. Значит, он был совершенно бессребренником таким, человеком таким, который делал только Божие дело, больше ничего. Вот, и он никого не боялся. Он обличал царя, царицу, там, кого нужно, того обличал. Вот, и он нагнал на себя такую волну ненависти, что эта волна его смела аж далеко, аж в Абхазию. Чтобы вы понимали, что мы в Абхазию отдыхать ездим, там, погреть свои кости, потому что мы люди северные. Вот, а для греков Абхазия – это север. Вот, когда Авидий согрешил, значит, написал там свои любовные письма, вот, и Авидия выслали из Рима в Молдавию, значит, на берег Черного моря. Вот, и там он, значит, замерзал, понимаете, то есть там, где мы греемся, там греки замерзали, то есть у нас совершенно другие понятия, как бы, значит, в тепловом режиме, как бы, мы приезжаем там погреться, а они там замерзали. Вот, его платауста прогнали туда, где, собственно, там замерз в этой Абхазии, вот, изгнанный старец, и это очень важно, вообще, его жизнь, конечно, это такая жесть, это ужас, это ужас, это ужас ненависти к святому человеку, святых людей, то есть множество святых людей ненавидели одного святого человека. А потом, когда он умер, говорит, а что это мы на него там взъелись, да вроде нормальные, вроде хорошие, и он, годы шли, и он вырастал, как гора, он вырос в гору, сейчас златоуст-то гора, попробуй с ним поспорить. Златоуст сказал, златоуст написал, златоуст написал, вот, вот, а пока он жил, как бы, он был, буквально, тряпкой под ногами, как бы, от него вытирали ноги, кто хотел. Это одна из таких мрачных страниц нашей церковной истории, такая тяжелая, мрачная страница. Если Бог позволит, я вам больше про это расскажу когда-нибудь, может быть, завтра даже, вот, а сейчас, не буду вас мучить, сегодня мы празднуем память святого Иоанна Матолуста, Хризостома. Прозвище дала ему одна простая женщина. Он так красиво объяснял там всякие духовные вещи, и одна женщина, так и столкнули ему, говорит, ой, Иоанн, золотые твои уста, золотой твой рот, попроще говори. Ну и простые люди, мы не понимаем то, что мы говорим. Говорит, уста твои золотые, говорит, ну мы же люди простые. И вот, ну, прицепилась к нему эта золотые уста, Хризостома, вот, так его стали называть, золотые уста. И он стал с тех пор проще объяснять людям, потому что он такой был философ, он так круто там все это объяснял, а простой народ мог не понимать. И вот он говорит, слушай, как красиво ты говоришь, что рот твой золотой будет, ну, попроще, попроще, пожалуйста, потому что мы не понимаем. Ну, простые гончары, простые рыбаки, там простые там эти самые домохозяйки, попроще, и он понял, что нужно попроще. И с тех пор он стал просто объяснять людям, как нужно жить на свете, чтобы Богу угодить и в рай войти. А прицепилось к нему это прозвище. Иоанн Золотой Рот, Иоанн Золотые Уста. Великий человек, проживший тяжелую жизнь, и более всего били его свои. Это прошу заметить, потому что это некий маркер нашей церковной истории. Он сам говорил, я никого так не боюсь, ни смерти, ни дьявола, как братьев и епископов. Больше всех боюсь собратьев и епископов. Своих боюсь, больше чужих. Чужих не боюсь, своих боюсь. Вот это наша жизнь, вот это и есть наша жизнь. Мы об этом не говорим, мы об этом стесняемся там лишний раз слух произнести, а это и есть наша жизнь, что свои жалят, больнее чужих. Вот это было видно и на Золотой Устке. Если Бог позволит, и время будет, и у меня, если будет, так сказать, харизма, я вам расскажу об этом больше. Потому что я когда-то тему изучал, интересовался ею, это интересная тема. Свои страшнее чужих. Свои, которые не свои, они страшнее чужих. Чужие не страшны. Чужие, ну, а вот свои, которые не свои, это самые страшные люди. Поэтому давайте будем своими друг для друга. Давайте не будем бить друг друга в дых, значит, подставлять ножки, кляву записать, шакалить, стучать, гнать друг друга, так сказать, и так далее, и так далее. Потому что свои, это самые страшные люди, если они не свои. Те, которые вроде бы свои, они не свои. Это самые страшные люди в мире. Они сгноили больше наших людей, чем все остальные внешние враги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!